Вот и всё. Дальше она горячая не будет. Это плюс ещё то, какая она бежит. Люди на работе, студенты на занятиях. Любовь Гулайнка крутит кран с утра до вечера. Надеется, может, горячая всё-таки побежит. Три дня жильцы общежития по космонавтов 16 живут как моржи. Я очень рано ухожу на работу. Я сегодня встала в половину шестого, открыла кран с горячей водой. Чем дальше она сбегала, тем вода бежала холоднее. То есть я умывалась абсолютно ледяной водой до того, чтобы сводить руки. Всему виной теплорегулятор, продолжают возмущённые постояльцы. По словам энергетиков, прибор позволит платить за воду по факту, что гораздо экономнее для людей. На деле, похоже, жильцам придётся платить за воду, которой нет. Кстати, новшество испортило жизнь не только обитателям общежития. Местный сантехник дядя Юра прописался в подвале. А вот здесь я встаёт, как будто её домой не пускают в воду. Я сливаю там, идёт холодно, потом горячее пойдёт. Я сразу выключаю и сюда включаю, чтобы она в обратку шла. Жильцы написали письмо в администрацию города. Только общежитие ведомственное принадлежит техникуму. Поэтому решить проблему могут только там. Директор в курсе, но найти общий язык с теплорегулятором не может никто. Он до определённой температуры воду нагревает, потом клапан закрывается, и вода до определённой температуры опять остыла, он должен опять автоматически открыться. Но он закрывается и не открывается, видимо, в нужный момент. Автоматика срабатывает, но не так, как надо. Уже очевидно, что жильцам придётся терпеть неудобства, пока не найдутся умелые руки. Но экономия на деньгах всё же будет. Руководство общежития пообещало, за холодные дни жильцам сделают перерасчёт. Катерина Ирушина, Дмитрий Корнилов, Новости, 7-й телеканал.